Друзья, всем привет, с вами Денис Пахила, это мой блог на телеканале Дом, в котором я рассказываю, как же дела обстоят у меня дома на Донбассе. В Донецке продолжают дорожать продукты питания, вслед за картофелем мясо, вслед за мясом масло, ну и так далее. Как я уже рассказывал, самопровозглашенные власти ДНР назвали необоснованным ажиотаж с ростом цен на картофель, но он не спадал долгое время. Как, впрочем, и сейчас ценник на овощи, новый, это что-то среднее между тем, что было до, ну и тем, что стало после резкого взлета цен. То есть, как раньше уже не будет, даже несмотря на попытки ДНР регулировать цены. Ну а там действительно хотят контролировать стоимость социально важных продуктов. Так называемая ДНР подсчитала, что цена на продукты в контролируемых ею районах за январь-сентябрь 2021 года в среднем выросли более чем на 18% по сравнению с прошлым годом. Больше всего дорожали хлеб, растительное масло, овощи и сахар. Наименьшее подорожание показали сырые творог, рыба и рыбные продукты, а также фрукты. В ДНР считают, что чаще всего проблема заключается в необоснованном завышении цен оптовыми поставщиками. Что рост цен имеет спекулятивную составляющую, не связанную с тем, что происходит на границе неподконтрольной территории с Россией. Понятно, что есть предприниматели, которые существенно завышают цены, чтобы заработать, но рынок есть рынок. На подорожание местных продуктов в отдельных районах Донецкой области повлиял рост цен на энергоресурсы, горюче-смазочные материалы, подорожание тарифов на коммунальные услуги, повышение зарплат и увеличение стоимости сырья. Ну, короче говоря, дорожает абсолютно все. Не растут только доходы большинства жителей Ордона. И, кстати, так называемый внутренний рынок отдельных районов Донбасса очень сильно зависит от продовольственных дел России. Местные производители, как правило, не дают той территории нужных объемов овощей, либо же того же мяса. С территории большой Украины легально товар уже не завозят. Опять же, местные производители могут продавать более качественный продукт в небольшом объеме, но он будет дороже по сравнению с тем, что тоннами теперь везут из России. Это касается того же картофеля, того же мяса. Хорошие товары из других стран, к примеру, овощи и фрукты из Азербайджана, тоже есть, но они и стоят соответствующие. В достатке местный хлеб и хотя бы это радует. А есть и также такие продукты, за которыми дончане при случае ездили на территорию большой Украины. Например, когда КПВВ работали в полную силу, люди выезжали по делам, ну к родственникам, либо же за пенсии и обратно везли из украинских магазинов сыры, молочку, кисломолочные продукты, колбасы. Теперь же большинство жителей Ордло вынуждены тратить больше за невкусный сыр, либо же йогурт. Кстати, более 10 крупнейших компаний мясопереработчиков в России сообщили о повышении цен на свою продукцию на 7-20% с конца октября-начала ноября. Производители объясняют происходящее подорожанием сырья, упаковки, моющих средств, яичного меланжа и целым рядом других причин. Это значит, что российские колбасы, сосиски, ну и полуфабрикаты будут и в Донецке, и в Луганске дороже. В руководстве ДНР предлагают установить индикативные цены, ну то есть привязываться к оптовым ценам в соседней стране, в частности в Ростове, откуда, собственно, и везут большинство товаров. Но колбас, я думаю, это не коснется. У ДНР есть специальный документ, который указывает, что максимальная надбавка на социальные товары не должна превышать 25%. Но проконтролировать максимально предельную надбавку для того же картофеля в Донецке не удастся, потому что предприниматели, которые торгуют на рынках, находятся на упрощенной, либо же патентной системе налогообложения. Разумеется, система налогов не украинская, незаконная, то есть подчиненная самопровозглашенным властям ДНР. Так вот, пока предприниматели могут не предоставлять документы о происхождении товара, но так называемая местная власть хочет пересмотреть налоговые и патентные правила для предпринимателей в отдельных районах Донецкой области. Поможет ли это в действительности жителям отдельных районов Донецкой области или просто вобьет очередной гвоздь в гроб малого и среднего бизнеса на той территории, мы узнаем уже совсем скоро. Друзья, напоминаю всем тем, кто сейчас смотрит нас на Ютубе. Ваш лайк, комментарий, подписка помогают продвигать наш канал. Давайте вместе давать отпор российской пропаганде. Также не забывайте и о наших остальных соцсетях. Спасибо за доверие и до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!